К 2020 году по стране планируют открыть 80 семеноводческих центров, чтобы заниматься развитием наиболее импортозависимых культур. У нас сохраняется действительно чрезмерная зависимость от импорта по семенам, особенно при выращивании сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, целого ряда овощей. Здесь инструментами поддержки предусмотрен опережающий рост этого сегмента, я имею в виду семеноводство. Субсидии в целях поддержки элитного семеноводства должны быть направлены на возмещение затрат, до 20% затрат на модернизацию селекционно-семеноводческих центров. Участие в заседании принял губернатор Краснодарского края. По его словам, для Кубани также остро стоит вопрос семеноводства. К примеру, почти вся свекла засеивается зарубежными семенами. Похожая ситуация с кукурузой. Вениамин Кондратьев попросил правительства помочь в создании селекционно-семеноводческих центров в регионе, которые будут работать в формате государственно-частного партнерства. В перспективе все-таки сделать акцент на отечественную селекцию и в том числе на государственно-частное партнерство. Я поднял вопрос о том, чтобы гуркевическое семеноводческое предприятие, федеральное государственное предприятие Кубань, стало предметом государственного частного партнерства, где государство и бизнес готовы развивать это предприятие и, естественно, прийти к тому, чтобы появились у нас семена свеклы. Но это будут семена свеклы уже наши, отечественные и кубанские. Сегодня мы будем говорить и только говорить об импортозамещении, если отечественные семена перестанут быть таковыми. Нам сегодня надо четко понимать, что овощи, которые мы выращиваем, они должны быть выращены на наших отечественных семенах. Это принципиальное сегодня решение, которое тоже поддержал Дмитрий Атольевич. Вениамин Кондратьев также попросил Дмитрия Медведева на уровне правительства продолжить движение по снижению административных барьеров для аграриев. Для нормальной работы порой необходимо получать множество сертификатов и разрешений, многие из которых практической пользы не несут, а только усложняют производственный процесс. Елена Всецна, телекомпания ФКТ